здравствуйте мои дорогие друзья и гости канала это у меня в гостиной стеллажик с растениями и подоконник давно не делала обзор потому что обозревать то особо и нечего фиалки мои сейчас практически не цветут ладно есть тут растения и кроме фиалок показываю поближе показываю поближе фиалки у меня стоят вот таких вот пластиковых ящиках но еще в такой вот подставки здесь три штуки в ящиках очень удобно потому что когда ухаживаешь за ними взял достал ящик отнес например ванную комнату там попрыскал очень удобно убрал ящик протер пыль пыль удобно с этими ящиками потом эти разномастные горшочки и стаканчики не очень декоративно смотрятся на подоконнике а так как-то получше но сейчас объясню почему у меня фиалочки без цветочков потому что я все цветы и бутоны обрывала в октябре когда я делала перед зимой последнее опрыскивание у меня была серия ну как всегда три опрыскивания где-то дней через шесть опрыскивала от клещей и от трипсов трипсы у меня были и на фиалках и на стрептокарпусах сейчас вроде бы стрептокарпусы выглядят хорошо хотя их надо бы конечно пересадить у меня не получилось ну а вот у фиалочек есть вот такие вот немножко испорченные листики хотя я большую часть листьев поубирала два нижних ряда листьев вообще поубирала чтобы уменьшить розеточку чтобы они у меня все помещались вот такие они теперь компактные аллаказия чувствуют себя неплохо хотя два листа у нее пришлось меня удалить аллаказию очень любят и клещи и видимо трипсы я все лето обрабатывала и вот перед зимой немножко есть жарковато от батареи или это остатки того что было но листья я уже ей помыла прямо под душем чувствует она себя хорошо и вот постоянно у нее сейчас лезут молодые листики они вот такие вот сжатые как бы они выглядят сжатые такие листики потом распрямляются здесь у меня находится еще и детка ну как детка детка от корня которая уже теперь большое полноценное растение но они хорошо растут вместе и смотрится более пышно поэтому я убирать не собираюсь вот такая вот аллаказия листья огромные сантиметров по 40 наверно вот эти большие заметила что у моих фиалочек так чем более сложный какой-то прихотливый сорт тем за ними ухаживать сложнее тем они более капризные вот такие вот простые вот простые простые промышленные так называемые сорта ну вот какая прелесть я же у всех одновременно обрывала бутончики цветы а вот этот сорт уже выдал уже выдал вот такую вот нежность простая обычно но очень нежная раскраска так вот быстренько раз 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 зацвела опять ну вот такие вот тоже простая оптимара мичиган тоже промышленный сорт во первых она более-менее устойчивая оказалось листья вообще не пострадали практически ну и вот это моя давнишняя синенькая тоже вроде как чего-то там начинают выдавать также вот это очень давний сорт простой и потрясающе нежные цветочки белоснежные тоже вот все нипочем никакие вредители листочки абсолютно чистые правильной формы розеточка нормальная и тоже вот быстренько активно так зацвела ну вот еще и еще тоже вот оптимара мичиган когда вот такие вот капризничают как у тамадеус например всего один цветочек он выдал остальные вообще не цветут но тогда выручают вот эти простые и неприхотливые сорта здесь у меня еще традисканция зебрина серебристо-бордовые полосатые листики стрептокарпус и здесь у нас их надо рассаживать конечно и вот этот комнатный виноград или цесус он у меня очень давно куст огромный я его периодически обрезаю ну хороший зеленый санитар поглощает всякие вредные вещества и просто красиво я люблю когда много зелени денег сегодня туманной и пасмурный вот такой короткий обзор спасибо за просмотр всего вам самого доброго